Уже никто сегодня не может представить своей жизни без автомобиля. Машины становятся все более популярными и мы чаще задумываемся насчет того, чтобы купить себе машину где-то в Европе. И этот выпуск будет посвящен именно БУ автомобилям в Польше. Сегодня мы посетим два автокомиса, то есть небольшие авторынки, на которых постараемся найти автомобиль до 500 евро, а также я хочу подобрать автомобиль для себя. Скажу вам по секрету, я уже планирую менять мою машину и найти что-то новенькое. С вами канал Бризнольд Шоу и мы начинаем. Вот мы уже снова едем в автокомис, сегодня уже чуть пораньше. Как вы видите, стоим в пробках. Вообще Лотц считается городом пробок. Есть такая статистика, там где показала какие 10 городов в Европе самые, как это сказать, в них больше всего пробок, самые стоячие. Я даже не знаю, как это сказать. В общем, Лотц зашла в эту десятку. Как ни странно, Лотц оказалась рядом с Киевом, Москвой, Стамбулом и Одессой, с моим родным городом. И еще Краков, польский город, тоже считается очень таким стоячим. Я не знаю, как это прилагательно сделать. Пробчатым. Заторным. Заторным. Вот, да, да, ты права. И вот, кстати, наши новые трамвайчики. Вон, поехал. Видно. Сейчас доедем. Опа. Ну, если успеем. Как вы видите, я постригся. У меня новая стрижка и с хорошим настроением едем искать машинку. Машину мы хотим найти в, как я уже говорил, до 20 тысяч. Чтобы это был джип, либо седан, может быть, тоже. Но главное, чтобы был большой багажник, то есть универсал. Что касается покупки автомобилей в Польше, очень хороший сайт это Automoto. Также можно смотреть на OLX. Там чаще всего придут частники. Также смотрел на AutoScout или MobilADE. Это немецкие автомобили, потому что растаможить автомобиль в Польше стоит каких-то 50 евро. В принципе, цена адекватная. Сейчас вот едем по такой объездной к Автокомиссу. Кстати, не всегда бывает хорошо покупать в Автокомиссах, потому что иногда там могут быть немножко выше цены. Но это удобно, потому что у вас сразу большой выбор автомобилей. У вас они все стоят. Вы можете их пощупать, потрогать, увидеть. А вот так у частников часто бывает такое, что надо ехать с одной точки в другую, и это занимает достаточно много времени. Поэтому это такое. Итак, мы приехали в Автокомисс Ожел. Это самый большой Автокомисс на сегодняшний день, который находится в Лодзи. Раньше был еще один, который буквально 200 метров отсюда, но он уже оказался закрытым. К сожалению, он или обанкротился, или переехал в другое место. Точно вам не скажу. Если вам будет интересно, где находится этот Автокомисс, то пишите комментарии. Я обязательно отвечу. Так что покажу вам не два, как обещал, а один. Не знал, что тут закрыт. Извиняюсь заранее. Перейдем к Автокомиссу. Сейчас мы будем выбирать сначала машину для меня. Посмотрим, какие есть автомобили в среднем, так скажу, так сказать, сегменте. Я планирую найти автомобиль до 40 тысяч злотых, то есть до 10 тысяч долларов. Посмотрим, получится ли у меня найти что-то интересное. И еще одна критерия. Я хочу найти автомобиль от 2012 года. И чтобы это был, желательно джип либо универсал с большим багажником. Так как у меня коляска, ребеночек с креслом, мне нужна машина побольше. Давайте пойдем и поищем что-то. Итак, ребята, вот первый автомобиль. Это у нас Hyundai Tucson. Красивого синего цвета. Как мы видим, в очень хорошем состоянии. Hyundai Tucson 2015 года. 71 тысяча пробега. И цена у нас 79 тысяч. 1.6 бензин. Да, конечно, цена немножко выше, чем входят мои рамки, поэтому нет. Следующая машина это Mazda CX-5. Серебряная такая Mazda. 2015 года. 164 тысячи пробега. И цена 61 тысяч злотой. То есть 15 тысяч евро. Ну, неплохая машинка. Неплохая машинка, конечно. Но все-таки чуть-чуть дороже, чем я рассчитываю. Я все-таки стараюсь здесь в тысяч поместиться. Вот. Следующая машина это у нас Opel. С новым значком. Как вы видите, это Opel Mokka 2018 года. Получается 25 тысяч пробега. Совсем немного. И 60 тысяч злотых цена. Как мы видим, цена тоже неплохая. Даже чуть меньше 59 тысяч. В хорошем состоянии у нас Opel. И вот этот новый значок, конечно, я бы, честно, не узнал, что это Opel. Такие три щитка. Напишите в комментариях, если знали, что Opel поменял свой значок. Ну и на Счастинских номерах. Следующий автомобиль это Toyota RAV4. Toyota у нас имеет 111 тысяч пробега. 2013 года машинка. И цена на 60 тысяч злотых. То есть, 15 тысяч евро. Toyota в хорошем состоянии. Вообще, я люблю Toyota. Toyota надежные автомобили. Но, к сожалению, чуть-чуть дороговато, как для меня. Следующая машина это у нас Renault. Это Renault. Такого благородного синего цвета. 2018 года. И 71 тысяча цена. Потому что цена Netta. Это цена без уплаты налога. Ну, реально мы заплатим 71 тысяча 900. Это дорого. Как для меня. Это получается почти... Ну, это около 17 тысяч долларов цена автомобиля. Ну, пробег маленький. 6330 километров пробега всего на 2018 год. Это даже очень хорошо на варшавских номерах. Следующий автомобиль. Это у нас такой серенький Nissan Qashqai. В хорошем состоянии, как кажется. Даже симпатично, я бы сказал. Nissan Qashqai дизельный. 2009 года. 1.5. Объем двигателя. 21 тысяча 900 цена. В принципе, цена неплохая. 5 тысяч евро. Следующий автомобиль. Это у нас Hyundai X35. Hyundai 2010 года. 1.7. Дизельный. 82 тысячи пробега. Вообще, я очень люблю Hyundai. У меня на данный момент тоже Hyundai. И, кстати, машина даже очень неплохая. Хотя, я ищу машинку от 2012 года. Но, вообще, мне нравится. Мне нравится, как она выглядит. Кожаный салон. Черный цвет все-таки. Но, салон, конечно, не очень ухожен. Есть нюансы. Например, вот коробка передач. Видно, что она уже имеет свои года. Салон тоже. Но, плюсом является то, что есть зимняя резина. Это стоит оценить. Ну, финдальчик вообще неплохой. Можно подумать. Насчет покупки. Далее у нас Subaru. Subaru автомобиль резвый. Автомобиль с характером. Спортивный, я бы сказал. Перед нами, вы видите, модель Subaru Forester 2010 года. Получается, Subaru у нас 307000 пробега. Дизельный, двухлитровый. И цена его 25900. Цена, кстати, очень даже неплохая. Ну, и машина достойная. Достойная, конечно. Можно рассмотреть. Следующий автомобиль это Ford Funga. Вот такого вот серебряного цвета. Автомобиль в хорошем состоянии. Сразу видно, несмотря на то, что он 2008 года. У него 217000 пробега. Он дизельный. И видно, что состояние хорошее. Кожаный салон. И выглядит симпатично. И цена его 29900 злотых. Далее у нас Audi, а именно Audi Q7. Красавица серого цвета. В хорошем состоянии. 2007 года автомобиль. Дизельный на автомате. 222000 пробега он имеет. И цена его 37900. Для меня машина староватая, но для любителей отлично подойдет. Следующий автомобиль это Opel Antara 2009 года. 110000 пробега 2.2 дизельная на автомате. Машинка в хорошем состоянии, как мы видим. Цена автомобиля 43900 злотых. То есть чуть больше 10000 долларов. Конечно, автомобиль неплохой, но дороже немножко. И не сильно я люблю Opel. Далее, как мы видим, у нас снова Subaru. А в этот раз Subaru Trueback. Поправьте меня, если я не прав. 2008 года 3.6 бензин, большой двигатель. 220000 пробега. И цена 26900 злотых. То есть около 6-7 тысяч долларов за такой Subaru. Думаю, на 6 можно торговаться. Далее у нас Kia Soul. Kia Soul 2011 года. Как мы видим, в хорошем состоянии. Пробег у нас 98700. Дизельная. Кстати, автомобиль у нас на механике. Ну, при этом цена его 29900. То есть 7500 евро. Около 8000 долларов. Как мы видим, автомобиль в очень хорошем состоянии. Красный салон достаточно интересный. Ну, вообще неплох, неплох. Машинка. Ну, мне кажется, что это не мое. Как-то более Kia Sport X мне нравится, чем Kia Soul. Далее мы видим Seat. Seat Ibietsu в черном цвете. Seat вообще машина классная. Конечно, жаль, что маловато. Но вообще заснял. Потому что меня удивила цена. А цена составляет 16900 злотых. На автомобиль 2012 года. 223 тысячи пробега бензин. То есть, реально цена это 5000 долларов. Даже чуть меньше. Что, как по мне, очень даже хорошо. Несмотря на то, что автомобиль на механике. Но выглядит зачетно. Если бы у меня не было бы ребеночка. Коляски. Резвый. Даже очень резвый автомобиль. В классном состоянии. Сейчас мы уже перейдем к более дешевому сегменту. Вы уже увидели примерно машинки в более таком дорогом сегменте. То есть, я искал для себя. Чтобы найти машину до 10 тысяч долларов. Конечно, более был заинтересован джипами. А сейчас для вас. Покажу вам машины до 1000. Ну или в районе 1000. И постараюсь найти самое дешевое, что здесь есть. Итак, перед нами Chevrolet Aveo 2004 года. В красном цвете. 3900 злотых. То есть, ровно 1000 долларов. Бензин плюс газ. Не забывайте, что установлен газ. Поэтому цена достаточно нормальная. На механике. Как мы видим, салон не сильно засраный. Кстати, даже в нормальном состоянии. Можно шлить даже в хорошем на этот год. Ну и, в принципе, машинка ничего такая. На 1000 долларов даже очень не пойдет. Вот так. У нас следует Renault Megane. 1.9 дизель. 236 тысяч пробега. В достаточно хорошем состоянии, как по мне. 2006 года. И цена 6900. То есть, цена около 1500 долларов. За автомобиль 2006 года. Ну, достаточно неплохо, как по мне. Ну и, как видите, салон тоже в достаточно хорошем, нормальном состоянии. Ручка у нас. Ну, вот так вот это все выглядит. Далее у нас следует Nissan Premiere. Достаточно старенькая, потому что 2000 года. В серебряном цвете. Кстати, цена 3900. То есть, тоже 1000 долларов. То есть, или 900 евро. Но, как мы видим, она на автомате. Что даже очень круто. Это у нас бензиновый Nissan. Двухлитровый двигатель. 176 тысяч пробега. Кстати, достаточно небольшой на свой год. И салон даже, можно сказать, в нормальном состоянии. И пахнет неплохо. Так что, для кого интересно, может купить. Самый любимый автомобиль поляков. То есть, Volkswagen Passat. У нас следующий 2003 года машинка. 1.9. У нас объем двигателя. Дизельный. На автомате. 5900 цена. То есть, тоже 1500 долларов. И 296 тысяч пробега. Следующий автомобиль. Это Opel Instigna. Автомобиль польской полиции. 2016 года. Машинка. Двухлитровый дизель на автомате. Машинка в очень хорошем состоянии. Как мы видим. 37300 цена Netta. 46000 Bruto. Но достаточно дорого. И вот снова у нас Volkswagen Passat. 2005 года. Passat B6 на автомате. 322 тысячи пробега. Цена у нас 13900. Достаточно неплохое предложение. Так что, в нормальном состоянии. На автомате. есть. Ну и следующий автомобиль. Это BMW серия 3 2010 года. 262 тысячи пробега. Дизельный. На механике у нас BMW в очень хорошем состоянии. Как видно. цена у нас 29900. То есть, 7500 долларов. Ну, BMW неплохо. Универсал. Как всегда, салон в бэхах очень классный. Видно много наворотов. Вот эта ручка механическая, серенькая, стильная. Ну, все прекрасно, как всегда в BMW. Ну, как вы видите, цена 7000 даже очень неплохая. В общем, какие мы можем сделать выводы. Комес достаточно большой. Но машины совсем дешевого сегмента там не присутствуют. В основном там много машин, так сказать, среднего класса. А также есть люкс-автомобили. Цены там выше среднего. Если брать по другим комесам. Я неоднократно смотрел автомобили на разных комесах. И, сказать так честно, даже если сравнивать с сайтами, цены там достаточно высокие. Какой можно сделать вывод? Кроме того, все-таки мы не нашли этих машин за 200 евро. Я вам хочу доказать, что это реальность. Что они есть. Поэтому мы сейчас перейдем со мной на сайт Otomoto. Там, где я вам покажу, что такие машины существуют. Что их можно спокойно купить. И что нет никакого труда их найти. То, что они реально существуют. Также в Польше с января 2020 года ввели нововведение. Вы, наверное, про него слышали. Если интересуетесь тематикой автомобилей. И живете тем более в Польше. О том, что вы обязаны в течение 30 дней зарегистрировать машину на себя. То есть, раньше это было так, что на договоре. То есть, в умове купли-продажи. Либо договоре купли-продажи. Вы могли спокойно ездить. Но сейчас это правило уже не действует. Итак, ребята, как я и обещал. Сейчас будем искать автомобиль до 200 евро. Зайдем на сайт Otomoto. Пишем 1000 злотых. То есть, это 250 евро. И посмотрим, что у нас здесь есть. Прогружается, как мы видим. Вот, Skoda Fabia 1000 злотых. В красном свете. Deo Lanus у нас есть. Также маленькие вот такие вот машинки. Opel. Вот Renault Kangoo. Даже, можно сказать, неплохое. За 1000 злотых. За 250 евро. Skoda Octavia. Тоже за 250 евро. Можно сказать, в хорошем состоянии иметься. Биши Lancer. Правда, 1997 года. Но все равно. Тоже состояние очень даже ничего. Как мы видим, что машин достаточно много. Вот Deo. Fiat. Тоже такой маленький. Кстати, очень популярный в Польше. Renault Megane. Даже в очень неплохом состоянии. Тоже 250 евро. Как по мне, Volkswagen Golf. За 200 евро. Например. Вот Deo. Меньше, чем 200 евро. Chevrolet. Ну, как видно, что машины есть. Реально можно купить. Конечно, не обещаю, что состояние будет хорошее. Но это реально. То есть. Машину за 200 евро найти можно. Ребята. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. А если вам понравилась автомобильная тематика. Дайте об этом знать в комментариях. Обязательно постараюсь вам ответить. Или, может, я сниму еще одно видео, связанное с автомобилями в Польше или в Европе. С вами был Дима. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok